О всероссийском конкурсе семья Савченко узнала от классного руководителя старшей дочки. Решили поучаствовать ради интереса. Прошли два отборочных тура. Для этого пришлось выполнить несколько заданий, составить краткий отчет и даже сделать семейный герб. Впоследствии уже время прошло, месяца два, нам позвонили и поздравили с победой на местном уровне в Севастополе. И для того, чтобы участвовать в финале, необходимо было подготовить видеоматериалы для финала. Мы тоже опять же в таком же оральном режиме быстренько все это смонтировали, сделали. Результат набрали больше всего очков и стали лучшими на всероссийском этапе конкурса. Светлана и Алексей одержали победу в номинации «Молодая семья». Вот что у нас, какая у нас семья есть, то и показали. Ничего не надумано, ничего. Вот все, что есть, то и показали. Не думали, что победим. Секрет победы в сплоченности семьи и любви к совместному хобби делится отец семейства. Алексей – призер чемпионатов по пауэрлифтингу. Светлана тоже много лет в спорте. Активный образ жизни с детства прививают своим дочкам Полине и Нике. Мне нравится на выходных, когда мы выезжаем на природу, на озера или в горы, куда-то забираемся повыше и рассматриваем, изучаем мир. Всего в конкурсе приняли участие 322 семьи со всех регионов страны. Победители встретятся на церемонии награждения в Москве в конце ноября. В столицу семья Савченко приедет в полном составе. С целью командирования молодой семьи Савченко в Москву из резервного фонда правительства Севастополя планируется выделение средств в размере около 50 тысяч рублей для оплаты проживания и проезда семьи в составе 4-х человек. Кроме награды на церемонии награждения, Алексей и Светлана будут принимать поздравления с годовщиной свадьбы. 24 ноября их семье исполнится 10 лет. Секреты семейного счастья узнавали Анна Леготина, Деливер Меджитов, специально для информационного канала Севастополя.